Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Пётр Павленко Добрый вечер, друзья, любители спорта. Сегодня я вновь собрал вас у экрана своих телевизоров. Владимир Михайлович Кейлин. Имя для самарского спорта, да и, пожалуй, не только самарского, знаковое. И любимое уже не одним поколением телезрителей. На протяжении 23-х лет Владимир Кейлин выходит в эфир телерадиокомпании «СКАД». И люди замирают у экранов в ожидании увлекательного рассказа и очередной порции фирменной кейлинской улыбки. Очень люблю его. За его улыбку, за его добро, за его добро он людям несет. И радость. Привлекал своей чистотой, своей улыбкой. По общению, как он с людьми общался, из всех комментариев его, конечно, был добрый, отзывчивый видный человек. Человек с шестью переломами, он иначе не может жить. Вообще априори, нездоровые люди, они как-то всегда пытаются быть оптимистами, это им помогает выжить. А у меня после футбола шесть переломов, они иногда поют или как свистят. И, в общем, я улыбаюсь. И еще одно, то, что люди, мне почему-то чаще всего звонят люди незащищенные социально. И для них вот эта улыбка, она им помогает как-то выбраться. На скат Владимир Келлин пришел в 1991 году. Он отлично разбирается в теме, которая посвятит всю свою жизнь. Его авторская программа «Спорт-7» мгновенно становится мега популярной. Я работал 17 дней в 1995 году в Колумбии. Сам в качестве оператора и журналиста, и режиссера. Потом я сделал несколько серий огромных «Спорт-7» в Колумбии. Была такая передача «Спорт-7», 16,5 лет выходила. Небольшая камерюшка такая была. Ну, вот такая вот. Она телескопическая была. Нет, она огромная просто была, тяжелейшая. Я 17 дней с ней работал. Снимал чемпионат мира по велоспорту в Колумбии. Приезжаю, захожу к генеральному директору. Здрасте. А у меня вот такой тут вот синяк. Ну, от этой вот камерюги. Вот 17 дней. И вот такой весь перекрученный. Она говорит, Володя, здравствуй, с переезда. Ну, как отдохнул? Радость побед и горечь поражений. Пот и слезы. Жесткая, а порой жестокая конкуренция соперников. И мощная поддержка команды, без которой уже не жить. Все, о чем журналист Владимир Кейлин рассказывал с телеэкрана, когда-то с лихвой испытал на себе. Профессиональный футболист, он много лет выходит на поле, отстаивая честь различных спортивных клубов. Четыре года его жизнь будет связана с самарскими крылышками. Работал администратором, а по сути был душой команды. Прекрасный человек. Старший товарищ, можно так сказать. Во всем помогал. То есть опереться на него можно было. Добродушный, веселый, с чувством юмора. Я его никогда не видел злым. Ну, не видел я его злым. С улыбкой как-то он, действительно, улыбка у него была нормальная. И, ну, я говорю, вот эти годы, как-то вот все мы и так сработали хорошо. Без него было бы сложно. Покинув крылья, Владимир Келин не покинул футбол. Долгое время он работает детским тренером и своих воспитанников учит. В спорте, как и в жизни, главное – не сдаваться. Детский спорт всегда будет для него особой темой. И здесь Владимир Михайлович шагнет далеко за границей футбольного поля. Волейбол, фехтование, плавание. Он без устали доказывает чиновникам, не словом, а делом доказывает. Поддерживает детский спорт, необходимый, как воздух. Организует детские и юношеские турниры, дружеские матчи. Вместе с единомышленниками открывает спортивные секции. Тольяттинская академия футбола имени Юрия Коноплева. Когда-то это было неизбыточной мечтой. Сегодня здесь занимается 250 мальчишек. Занимается бесплатно. Владимир Келин помог мечте стать реальностью. Частный предприниматель Юрий Петрович Коноплев, конечно же, обратился за помощью к общественности, в том числе и к Владимиру Михайловичу, который откликнулся на эти призывы. И ясно, что с помощью Володины началось и рекламные дела, и о делах спортивных академий. То есть полностью было освещение вот этих и соревнований, и турниров. Он и освещал эти турниры, и очень болел за мальчишек, и знал их наперечет. Много он сделал для академии, вот как бы, в общем, для самарского футбола. То есть, ну и вообще наш, как бы, вообще весь футбол, то есть не только в Самарской области, вообще во всех городах, нужна вот таких людях, как он, чтобы футбол продвигался как-то, чтобы им заинтересовывались с малых лет. Ну, он был очень хорошим человеком. Сразу видно было, он был улыбчивым, таким счастливым человеком. Ну, одна его улыбка доставляла радость в душу. Глядя на первые победы юных спортсменов, он сам радуется, как мальчишка. И не бросает тех, кто делал истории самарского футбола. Имена заслуженные, но порой незаслуженно забытые. Он не потерялся, вот он продолжает, как называется, мы свою жизнь продолжаем в футболе. Дети и ветераны, это самое, я считаю, незащищенные. Вот и поэтому, и он был здесь, тут как тут, и оказывал помощь. В 2012-м Владимир Келлин во второй раз возглавил областную федерацию футбола. Проблем множество, но он, привычно ни на что не жалуясь, принял на себя еще и эту нелегкую ношу. Кстати, впервые Владимир Михайлович возглавил федерацию в 2002-м году. Тогда в областном первенстве выступало всего шесть команд. За последние годы эта цифра выросла. В высшей лиге сражается уже 14 команд, а в первой лиге спортивную часть губернии отстаивают уже 10 команд. И в каждой команде подрастает смена. Я говорю, ну лучше Келлина никто это не сделает. Никто, потому что так впрягаться в работу и делать, это же нужно уметь это все делать, никто не сделает. А теперь просто расскажи, вот эту социалку запусти. Люди встречаются, приезжают. Сейчас Краснодар, правда, Краснодар зашел, Егорыч. В этот момент никто не мог знать, что это последний репортаж Владимира Келлина. В эфир материал так и не выйдет. Через несколько часов Владимир Келлин погибнет в страшном ДТП. А чемпионат России ветеранов футбола станет турниром памяти. Сегодня мы участвуем в турнире памяти нашего друга, футболиста, телеведущего, человека, который всю свою жизнь посвятил на благо футбола. Светлая память ему! Счастье, когда тебя понимают. И еще, когда в доме звучат детские голоса. Илья, Варвара, Маша, ему подарила их Марина. А первая, самая старшая дочь Ольга, порадовала отца двумя внуками. Старший Ярослав и младший Винсент. Когда они собирались все вместе, это и было счастье. В саду своего дома он посадил деревья. Все, как и должно быть. Сажает деревья, строит дом, растит сына. Любил всем сердцем горячо. Меня любил, Ярослава очень любил. Естественно, своих детей тоже любил. И вот он что-то начинал говорить, и понятно, что уже обижает человека. Он говорит, я тебя лечу ведь. Как он говорит, учу и лечу. Он говорит, я тебя учу и лечу. Ярослав это очень много перенял от деда. Он, во-первых, занимал роль моего, как сказать, мужского авторитета, когда я жил еще в России до пяти лет. А потом, когда мы ехали в Германию, я стремился как-то быть, как он хотел от меня. Он все время там писал, ты давай, набивай матчи, выходи на улицу, играй в футбол и так далее. Он был очень хорошим мотиватором. И благодаря его словам я мог набираться новых сил. Высочайшей организацией человек был. Сверхпунктуальный человек. Обязательнейший. Я не знала никогда, не поверю, весь мне расскажет, он когда-то кого-то подвел или не сдержал слова. Много-много лет, еще в 90-х годах знакомый с ним. Сам пришел креститься. Я его покрестил. И с тех пор он меня стал звать крестный. Его удивительной энергии хватает на все. Открытый, доброжелательный, но в то же время жесткий и требовательный, если речь идет о деле. Я видел огонь в глазах, когда он рассказывал о каких-то спортивных мероприятиях. Он также переживал и победы, и неудачи наших спортсменов. Это настолько, как говорится, был уникальный человек, что смог в себе соединить, удержать абсолютно разносторонних людей. Ненавидит подлость и в первую очередь всегда помогает слабым. Тому, кому плохо. Тому, кто оступился. Он помогал всем. И занимался, на мой взгляд, еще одним очень важным делом. Он организовал спортсменов, приезжал с ними в места не столь отдаленные, показывал людям, что, в общем-то, за колючей проволокой есть жизнь, и что после этого нужно жить и заниматься достойными делами. В нашей колонии было очень много спортсменов бывших, и мастера спорта, и международники были, совсем молодые люди. И вот Кейлин, один из первых, кто увидел эту проблему, он один из первых стал работать вот с этой категорией. Вот он первый, кто стал приводить к этим молодым людям спортсменов, именитых спортсменов в нашей области. Приводил артистов, приводил интересных людей. И самое главное, организовывал мероприятия. В частности, провели первые футбольные матчи с ветеранами Крыльевого Совета. Такое ощущение, что он какой-то миссионер был, который должен огромному числу людей помочь отдать частичку себя. И вот это море людей на площади, когда выносили папу, гроб с папой. У меня просто переосознание очень многих вещей произошло. Призван был он для этого. Как говорят, у человека призвание, значит, призван. Кто призвает? Господь. Он это вот и силу ощущал. Он же пришел креститься, значит, за Божьей помощью пришел тоже. Он был призванный такой. У него призвание было и радость нести, и помощь нести. Его, безусловно, уважают за профессионализм, за то, что чинопочитание ему чуждо, за то, что, оставаясь в душе футболистом, Владимир Келин и словом и делом поддерживает другие виды спорта. Большое внимание уделял и, соответственно, и боксу, и всем видам спорта. Работы действительно хватало. Он охватывал не только Самарскую область и регионы России. Это действительно был уникальный человек, добрый, отзывчивый. Был прекрасный журналист, прекрасный комментатор спортивный. И сейчас уже многие, с кем общаешься, и действительно, больше без этой улыбки. Мы как бы, ну, всегда ждут спортивные новости, чтобы увидеть Владимира Михайловича. Я всегда общаюсь с людьми, как с людьми, и поэтому улыбка, она располагает. Я ни в чем на свете не нуждаюсь, не хочу ни почестей, ни славы. Эти стихотворные строки, распечатанные на скорую руку на обычном принтере, много лет занимали центральное место на стене его кабинета. Здесь он работал и уже привычно все всегда делал сам. Уже это в печенках, уже в голове, в душе, что я без этого, ну, мне, наверное, будет трудно. Хотя была масса возможностей уйти, приглашали работать в футбол, но футбол это общественное, а это моя жизнь. Можно так сказать, СТВ, это моя жизнь. 29 августа, в ту пятницу, в эфир вышел последний репортаж Владимира Келлина. Ну, все было как обычно. Михайлович пришел в студию, как обычно, шутили с ним, смеялись. Потом записался, и у него было хорошее настроение. Единственное, что только его, может быть, омрачило в тот день, он мне сказал, что Марина, жена его позвонила, говорит, там ветер был в тот день, же ураган. Говорит, у нас сломало вишню, вишневое дерево, говорит, хорошее вишневое дерево сломалось. Ну, я еще говорю, ну, что, Михайлович, ну, что, новое там вырастешь. На рабочем столе остался журнал. Владимир Михайлович не закрыл его, остановился на полуслове. Он спешил в вечерний телеэфир. Спешил жить. Как-то вот не по себе, что нет его. Вот, вы знаете, я говорю, вот есть категории людей таких, которых, вот он должен сейчас только подойти. Вот сейчас вот только вот. Ну, не верится, что его нет. Он просто народный. Это человек из народа. Человек с народом. Я говорю, и, вы знаете, я говорю, просто вот сейчас говорю, а у меня мурашки, ну, нет, Володя. А он Михайлович. Все равно, кажется, придет. Я не представляю, как это. Туда домой приеду, тоже будет это вот ощущение сохраняться. Ну, к счастью, есть фильмы, которые можно смотреть и голос слышать, потому что по голосу очень скучаешь, конечно. Он жив, он жив, он сейчас будет помогать. Он уже даже не дает и семье печалиться. Смерти нет, есть жизнь. И опять призвали, призвали, чтобы уже в ином мире продолжение нашей жизни, она уже небесная, он тоже свое призвание осуществлял и нам помогал. Времена не выбирают, в них живут. Что же касается времени, слово «был» не для Владимира Келлина. Он есть. Готов. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я Мигом одним, только мигом одним.